Ну, я бы применила слово «картина», и хочу я здесь сказать, что картина есть, а живописи нет. В русском языке это два разных слова. Скажем, в английском это было бы одно и то же. То есть картин очень много мы видим реально на выставках, и очень многие люди пишут картины, выставляют и продают. Тем не менее, большинство из них остереглись бы называться живописцами. То же самое, например, акварель существует как медиум. Есть люди, которые пользуются медиумом акварели. Тем не менее, они не являются акварелистами и не существует такой отдельный вид искусства, как акварель. Ну, вот эта картина, которая, как я сказала, очень даже присутствует, она обладает очень большим культурным багажом. Человек, который сегодня пишет картины при помощи разных средств, да, почему слово «живопись», мне кажется, неуместно, потому что оно в русском языке, по крайней мере, предполагает физическое и очень чувственное отношение художника к холсту. То есть, по крайней мере, слово «живопись» очень консервативно звучит. Может быть, пройдёт какое-то время, будет по-другому, но по-русски их, безусловно, так. Поэтому картина, скорее, как некий такой элемент истории культурной, истории искусства, там, от возрождения, это, безусловно, присутствует. Поэтому человек, который сегодня занимается живописью или картиной, он к этому должен какое-то выработать своё отношение. В этом смысле это консервативный жанр, это не значит, что обязательно художник должен быть консервативным, но он должен как-то работать с этим, в принципе, консервативным жанром, применяя его к сегодняшнему дню. Кроме того, это, конечно, коммерческий жанр, коммерческий медиум, безусловно, да, потому что возможности продажи отдельного произведения, которое называется «картина», значительно выше. Это тоже, опять-таки, это не приговаривает обязательно художника быть коммерческим художником, но это создаёт определённую рамку, в которой он работает. Ну, вообще, в области искусства, на самом деле, не очень-то эта фраза Маклюйна пользуется большой популярностью. Скорее, если её перевести на то, о чём принято говорить, то речь идёт о медиакритичности. То есть о том, что сам медиум внутри самого произведения искусства, художник выражает какое-то своё отношение к медиуму. И главным образом к тому, чего этот медиум не может, к каким-то его границам, к каким-то его возможностям. Это всё по-прежнему, естественно, остаётся. И более того, именно это отличает произведения современного искусства от произведений дизайна, скажем. Это сознательное отношение художника к своему медиуму. Поэтому, разумеется, к медиуму живописи это тоже относится. Человек, который занимается живописью, должен этим заниматься не для того, чтобы выразить свою душу или красоту пейзажа. Как бы ни то, ни другое, в принципе, не поставят его в контекст современного искусства. Но если он может этим заниматься, тем и другим. Но также должен думать о том всё время, что он это делает в медиуме живописи, каковы особенности и границы этого медиума. Это, разумеется, по-прежнему остаётся. Тут всё зависит от того, в каком контексте они находятся. Это очень разные ситуации. Например, приведу вам пример. В Израиле существует группа молодых художников, которая называет себя необробизонской школой. И которая выглядит очень свежо и интересно, особенно в контексте израильского искусства. И они противопоставляют. Некоторые из них русского происхождения. Зоя Черкасскую многие из нас знают. И они активизируют это, можно сказать, советское художественное образование, применяя его к русским, живущим в Израиле, которые являются такой довольно особой группой внутри. И всё это находится в очень интересных отношениях с мейнстримом модернистского искусства Израиля. Потому что там всё-таки мейнстрим другой. То есть это такое очень интересное, я бы сказала, альтернативное движение внутри израильского искусства. Теперь представим себе, что они бы то же самое делали в Москве. Ситуация полностью меняется. Это перестаёт быть какой-то интересной альтернативой. Это превращается в такое размягчённое, левомосковское, в принципе, компромиссное, неинтересное явление. Поэтому очень многое зависит от того, где это делается, в каком окружении. И я думаю, что просто эти художники в Москве так не стали бы делать. Не хочу сказать, что они сами не понимают, что делают. Конечно, они понимают. Поэтому люди, которые в Москве занимаются каким-то возрождением живописи, они, естественно, становятся ультраконсервативными, в принципе, фигурами. Мне кажется, художники это сами знают. Они, естественно, если они современные художники, они обращают внимание на то, как вообще картинка в современном мире функционирует. Потому что мы говорим про картины, но ещё есть картинка. Картинка – это то, что мы видим на экране телефона, на телевизоре и практически сейчас везде. Как она функционирует, как она появляется, как она распределяется, как мы её покупаем, как она к нам приходит помимо нашей воли. Естественно, современный человек, который занимается живописью, он должен про это в первую очередь думать. Это не значит, что он должен переходить на медиум видео, хотя иногда это тоже может быть. Но вообще смотреть на это надо с точки зрения того, как современные новые технологии, какие они отношения выстраивают между нами и визуальным образом. Вот это, мне кажется, путь для живописи сегодня. Ну, естественно, это приводит к валоризации каких-то официальных художников в прошлое. Вы сами это говорите, да. Были уже какие-то выставки соцреализма, которые идут именно в эту сторону. Сейчас, как мне сказали, выставка Александра Герасимова в Гиме проходит, где даже никакой критической дистанции нет по отношению к этому одному из самых таких сталинских живописцев. Что касается истории искусства. Что касается современности, то здесь всё-таки уже технологическая революция произошла. И, скажем, если власть ищет какого-то официального искусства, то я чего-то не думаю, что она будет его искать среди живописцев. Потому что всё-таки картина пишется дольше, нежели какие-то визуальные образы снимаются. И, главное, она меньше имеет такой веер распределения. То есть кино в этом смысле, мне кажется, гораздо больше действует. Кино, реклама, какие-то более современные методы. Но, с другой стороны, если консерватизм дойдёт до интереса к какой-то большой станковой картине, может быть, действительно и это произойдёт. И тогда выпускники Суриковского института будут востребованы, потому что их учат по-прежнему всё ещё этому. И, насколько я знаю, они идут либо продают свой труд в Китае, либо Русской православной церкви. Вот, может быть, помимо этих двух точек применения, может быть, найдётся какая-то ещё более официальная.